Здравствуйте дорогие друзья, с вами Техноенод и его команда. В эфире очередная серия ежедневного проекта «Календарь автомобильной истории», в котором мы вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад. А быть может и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 28 октября. 28 октября 1873 года родился Мариус Барбару, конструктор, работавший на такие известные компании, как Бенц, Деланобельвиль, Лорен Дитрих. 28 октября 1930 года в британском графстве Чаффолк родился Бернанд Чарльз Эклстоун, будущий автогонщик, а ныне бизнесмен, владелец Формулы-1. Сначала Эклстоун участвовал в соревнованиях в качестве гонщика. Эклстоун участвовал в двух гран-при в сезоне 1958 года, но ни разу не прошел квалификацию. А затем в качестве менеджера Стюарта Льюиса Эванса и Йохана Ринта. В 1972 году приобрел команду Брэбэм, которой руководил в течение 15 лет. В качестве владельца команды стал членом Ассоциации конструкторов Формулы-1. Его контроль над гонками, который начался с того, что в конце 70-х годов он впервые продал телевизионные права, являлся преимущественно финансовым. Но в соответствии с договором согласия Эклстоун и его компании также занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при Формулы-1. 28 октября 1968 года ушел из жизни Карл Рабе, немецкий автодизайнер и инженер, занимавший пост главного конструктора фирмы Порше. Вместе с Фердинандом Порше разрабатывал оригинальные конструкции трансмиссий. 28 октября 1970 года из досрочно введенного в строй ВАЗа в Москву отправлен первый эшелон с автомобилями ВАЗ-2101 Жигули. Таким образом, при расчетном сроке строительства в 6 лет, завод был пущен в эксплуатацию досрочно на 3 года, что позволило СССР сэкономить более 1 миллиарда советских рублей. На сегодня все, новостей не так много, а завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами и напомню традиционно, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал Техно и Нот на YouTube. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра.